Устраивать массовые заплывы и круглый год не расставаться с морской водой уже фирменная фишка Владивостока. Местные любители поплавать способны в любой сезон организовать какое-нибудь соревнование. Так, например, уже пятый год подряд в мае спортивный комитет ТОВ и Федерация зимнего плавания России на открытой воде отмечают праздник победы в Великой Отечественной войне. Молодежь подрастающая, они очень душой, доброжелательно, с настроением принимают участие в таких мероприятиях. Поэтому, обвинив это мероприятие, мы отдаем дань памяти погибшим нашим воинам и чтим такую для нашей страны нужную воинскую дату и в то же время пропагандируем здоровый образ жизни. Настрой перед стартом боевой, причем в прямом смысле слова. Дабы разогреть зрителей и спортсменов в нежаркую погоду, военнослужащие морской пехоты устроили демонстрацию своих сил и навыков. Субтитры подогнал «Симон» За всем мероприятием особо пристально следят иностранные гости, которые традиционно принимают участие в заплыве. Китайские пловцы за последние несколько лет настолько приобщились к плаванию, что теперь целыми командами приезжают во Владивосток за новым опытом. Говорят, уважают идею победного заплыва. Первый раз на такой холодной воде. До этого плавали только в 10 градусах. Знаем, что эти соревнования посвящены празднику победы над фашизмом. У нас в Китае тоже проводятся подобные мероприятия. Например, у нас проходит заплыв памяти Мао Цзэдуна. Дистанции заплыва 100 и 1000 метров. Особой конкуренции на воде не было. По-дружески и довольно не торопясь, спортсмены проплывали столько, сколько хотели. Преодолевали пятиградусную воду как новички, так и опытные мастера, у которых в копилке награды чемпионатов мира по зимнему плаванию. В честь только этого праздника. Уже намерзлась в этом сезоне. И только ради наших ветеранов, дедов, прадедов. То, что люди пережили в этом, поэтому это тут чуть-чуть померзнуть. Под звуки оркестра около ста участников плыли по акватории спортивной гавани. Моряки Тихоокеанского флота и вовсе устремились в море с флагами в руках. У некоторых новичков сил и смелости хватило всего на несколько метров, после которых они тут же вернулись на берег. Но даже просто окунувшись в холодную воду, они стали частью важного мероприятия, а главное, зарядили свой организм. Учитывая мой опыт, что я купаюсь непрерывно 37 лет моржую. Исходя даже из этого опыта и зная то, почему я стал заниматься зимним плаванием, это говорит о том, что это один из элементов здорового образа жизни. После по-настоящему героического заплыва участники согревались горячим чаем и солдатской кашей. В целом же у военно-патриотического мероприятия не было цели выявить победителей, поэтому свои награды по итогу получил каждый плавец. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.